Сделать Чебоксары комфортным, современным, безопасным, экологически чистым и привлекательным. Такая цель стоит перед участниками сессии «Умный город», которая проходила сегодня в Ледовом дворце. Основным модератором этой встречи выступил заместитель министра строительства России Андрей Чибис. Обсуждать интеграцию умных технологий в городскую среду стоит в неформальной обстановке, подчеркивает со сцены заместитель министра строительства России Андрей Чибис. Уважаемые друзья, коллеги, предложение всем в галстуке снять, чтобы это не мешало нашей с вами творческой дискуссии. В конференц-зале Ледового дворца организовали 9 круглых столов. За каждым из них обсуждают отдельные темы – ЖКХ, транспорт, туризм, безопасность. Участникам встречи сразу же предлагают выявить, какие проблемы наиболее актуальны для Чебоксар и искать пути их решения. Федеральная программа «Умный город» в Чебоксарах реализуется в пилотном режиме. Выбор на столицу нашей республики пал неспроста. Чебоксары – город, который действительно развивается. Город активный, с очень активным главой Алексеем Олеговичем. Надо отдать должное, что город Чебоксары себя очень плохо показал в рамках проекта формирования комфортной городской среды. То есть уже есть результат, и мы видим, что власти могут работать. По мнению экспертов, после реализации проекта «Умный город» Чебоксары станут развиваться на более качественном уровне. База для быстрого запуска программы в столице Чувашии есть. Очень хорошо, что появились, например, беспилотники, которые сначала работали на поиск нарушителей правил дорожного движения, а сейчас этот беспилотник тестируется. Это правильная технология абсолютно в режиме поиска потерь в сетях теплоснабжения. Что это значит? Это значит, что ремонтировать трубы будут там, где необходимо, потери сокращаться, и вместо оплаты отопления воздуха зимой эти деньги пойдут в замену новых коммуникаций. На встречу пригласили и специалистов с готовыми решениями. Например, петербуржцы презентовали систему «Говорящий город». Она призвана помочь людям с ограниченными возможностями. С помощью специального устройства или скачанного мобильного приложения слабовидящим и слепым людям будет проще ориентироваться в городе. Пользователь попадает в зону действия этого оборудования по радиоканалу, с радиоприемопередатчика, в котором содержится вся необходимая информация для незрячего. Он эту информацию получает на свое мобильное устройство, и оно ему воспроизводит в речевом виде все эти сообщения. То есть транспорт, тип транспорта, номер маршрута, текучие направления движения. Операторы связи предлагают активнее внедрять проект «Умный дом». Город Арск, где мы реализовали полностью на примере «Умного города» «Умный дом». Там мы поставили датчики видеонаблюдения, парковки, домофона, безопасности и так далее. То есть там, где жители сверяют по видеокамере лица, вплоть до того, что могут не пропустить тех, кого не надо в подъезд. На обсуждение проблем эксперты заложили 8 часов. Такой мозговой штурм, отмечают организаторы, поможет определить шаги, которые приблизят Чебоксары к числу продвинутых городов. Виктор Вавилкин, Владимир Синдеев, Вести Чебоксары.